МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Аникина. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Для работников комбината жилье по льготным ценам. В преддверии Дня Металлурга ввели в эксплуатацию первую очередь многоквартирных домов Книжова. Комфортабельные палаты и современное оборудование в медико-санитарной части открыли обновленное урологическое отделение. Рев моторов, клубы пыли и незабываемые эмоции. Магнитогорск принимал лучших пилотов легендарной гонки. А сейчас об этих и других событиях более подробно. 10 миллионов 700 тысяч тонн реализованной металлопродукции. Таковы итоги 2022 года и уже 5 миллионов 800 тысяч тонн по итогам первого полугодия 2023-го. Металлургический комбинат достиг достойных результатов. Об этом говорили на расширенном совещании с руководителями ПАО ММК, обществ, группой, представителями профсоюзного комитета. В свою очередь, хорошая прибыль дает возможность предприятию продолжать целый ряд масштабных инвестиционных и социальных проектов. Подробнее наш корреспондент. Павел Шиляев начал с итогов работы предприятия. Особенно отметил объемы производства Лысвинского завода. Так, за первое полугодие ему удалось реализовать 136 тысяч тонн продукции. Рост составил 20%. Упомянул Павел Владимирович и турецкий актив ММК. Рассказал о поддержке сотрудников предприятия после февральского землетрясения. Комбинат помог своим работникам, потерявшим кровь, и полностью возобновил производство. Среди достижений сегодня комбинат продолжает развивать свой угольный актив, приобретает новую шахту, что позволит увеличить добычу угля. Также генеральный директор подробно остановился на масштабной стратегии ММК, ключевыми аспектами которой являются три направления. Быть лучшим поставщиком, лидером по операционной эффективности и быть ответственной и устойчиво развивающейся компании, с чем предприятие успешно справляется. Сейчас активно меняется структура потребителей металлопроката в российском автопроме. Для всех это очевидно. Мы оперативно получили одобрение на поставку металла для новых производителей. Это китайская компания ХВЛ. И на сегодняшний день уже им отгрузили 2000 тонн металлопродукции, причем это по 12 марочно-размерным позициям. Также мы на данный момент подписали соглашение на поставку продукции со следующим брендом автомобильной индустрии – это Great Wall. Автопром, по словам Павла Шиляева, самая требовательная категория потребителей. Поэтому сегодня на предприятии продолжается огромная работа по улучшению качества продукции. Также ведется работа по импортозамещению. Большим вызовом для предприятия стал уход с российского рынка зарубежных IT-компаний. Сегодня ММК удалось определить стратегические принципы в части информационных технологий. Особое внимание уделяется безопасности на производстве и своевременной индексации зарплат сотрудников. Говоря о социальной политике предприятия, Павел Шиляев рассказал, что с начала года на различные мероприятия было потрачено 1 миллиард 300 миллионов рублей. Социальный пакет для работников и гарантии сотрудникам – порядка 726 миллионов рублей. Второй момент – это направление на развитие территории присутствия, это инвестиции в объекты культуры, спорта, здравоохранения – более 300 миллионов рублей. И, наконец, на благотворительные программы, что касается поддержки ветеранов, материнства, многодетных семей. И вот у нас программа сейчас действует, так называемый проект «За мир». На эти цели мы уже направили более 260 миллионов рублей. Успешная работа предприятия дает возможность продолжать реализовывать важные инвестиционные проекты. По словам Виктора Арашникова, было сделано уже многое, но планы еще грандиознее. Так, самым крупным на сегодня проектом является строительство коксовой батареи. На ее строительстве задействованы 3000 человек, практически все оборудование уже пришло. По окончании строительства батареи будет производить 2,5 миллиона кокса в год. 2,5 миллиона – это 50% той потребности комбината, которая существует. Даже вот сейчас это… Ну, представить, конечно, это можно, но когда будет запущено все это, конечно, мы сразу все с вами почувствуем. Будет закрыто 5 коксовых батарей, а оставшиеся там 7, 8, 9, да и 4 будут модернизированы. Мы еще будут долгое время, так сказать, у нас работать и производить те оставшиеся 50%. Среди других крупных инвестиционных проектов – новая воздухоразделительная установка, нагревательная печь ВПЦ номер 10, донная продувка конвертеров на ККЦ, паровоздуходувная электростанция и другие. Реализация инвестиционных проектов позволила нам за последние 5 лет снизить комплекс индекса загрязнения атмосферы в 2,7 раза. Относительно 2017 года выбросы комбината еще более существенно сократятся. По бензопирину они в 13 раз, по формальдегиду в 10 раз, по пыли в 2,5 раза. Уоловые выбросы совместно с городом сократятся на 58 тысяч тонн или 25%. Подробно рассказал Виктор Филиппович и о социальных проектов. Среди них новый дом для работников комбината, отремонтированное урологическое отделение медсанчасти, строительство хоккейной академии для детей, ну и, конечно, самый грандиозный проект – городской курорт «Притяжение». Уже в пятницу откроется вторая очередь. Виктор Рашников пригласил всех на открытие и рассказал о дальнейших перспективах. В частности, о Большом медицинском центре, который объединит все городские больницы. Огромная инвестиционная и социальная работа ММК была высоко оценена. Наше родное предприятие является, и это уже, можно сказать, традиционно, является показателем для всей металлургической отрасли России и для многих промышленных предприятий страны примером продолжающегося развития в условиях рынка, в условиях новых государственных задач. В заключении мероприятия отличившихся работников ММК наградили медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами всех уровней. Юлия Черешнева, Вячеслав Гусев, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИ. Продолжаем программу. Его площадь более тысячи квадратных метров. В основе самое современное высокотехнологичное оборудование. У медико-санитарной части Магнитогорска в преддверии Дня Металлурга открылось обновленное урологическое отделение. Для пациентов в нем созданы все условия, оборудованы комфортабельные палаты. По последнему слову техники оснащены операционные. Социально значимый проект был реализован при финансовой поддержке по ОММК. На открытии объекта побывали первые лица города и комбината, а также представители Министерства здравоохранения области. Обновленное урологическое отделение медико-санитарной части обустроено и почти готово к приему первых пациентов. В церемонии открытия приняли участие медперсоналы, приглашенные гости, представители Министерства здравоохранения области и, конечно, первые лица города и комбината. Прошу, Леонид Николаевич, взять ножнички. Раз, два. Это этаж, а это 950 квадратных метров. В левом крыле урологии располагаются комфортабельные палаты. Каждая оборудована многофункциональными кроватями, системой вызова медицинского персонала, санузлом и душевой. Всего в отделении развернута одна четырехместная и восемь двухместных палат. Все кровати новые, все стены новые, система оповещения новые, кондиционеры новые. Я думаю, что пациентам в этих палатах будет приятно лежать, несмотря на все их тяжелые недуги. В холле и правом крыле отделения располагаются процедурные смотровые и УЗИ кабинеты. Здесь же находится стационарный литотриптор. Это отдельный повод для гордости. Оборудование включает в себя все необходимые инструменты для мультимодальной терапии мочекаменной болезни. Поскольку услуга очень востребована, мочекаменная болезнь – это бич южного куста Челябинской области. Поэтому нам принято решение купить супермодный литотриптор. Он сделан под заказ в Швейцарии. Долго к нам ехал, учитывая все перипетии экономической ситуации и политической. Этот литотриптор – полноценная урологическая рабочая станция. На экране отображается камень с крестиком. Мы подводим столом. Вот он, пульт управления. Вот здесь все регулируется. То есть мы смотрим сюда, смотрим в экран. И наводим, как компьютерная игра или рентгеновское наведение. Вот рентген, вот экран, то же самое, камень в кресте. Потом включаем, пациент лежит, видим в реальном времени, как разрушается камень. Главная гордость обновленного отделения – модернизированный операционный блок. Он состоит из традиционной и рентгеноперационной, оснащенных по последнему слову техники. В одной операционной выполнять без разрезов и открытые операции – это неправильно. То есть открытые операции должны делаться в одной операционной, потому что здесь открывается рана, тут атмосфера другая. Там эндоурологические манипуляции, но они требуют тоже очень тщательной обработки и всего остального. Наполнение отделения позволяет проводить в нем весь спектр урологических операций, а ведь еще полгода назад специалисты о таком могли только мечтать. Финальное решение о выделении средств на ремонт этого подразделения было принято в феврале этого года. Вот можно на пальцах посчитать одной руки, сколько месяцев у нас ушло, на то, чтобы сделать его под ключ в том виде, в каком есть сейчас. Обновление урологического отделения – социально значимый проект, который был реализован при финансовой поддержке Магнитогорского металлургического комбината. Вместе приняли решение, выделяли средства, ставили жесткие сроки. Я вот заглядываю, а я здесь первый раз после ремонта. Я скорее на разбочность, моя на лице была связана с тем, что все ли получилось. И вот по глазам хозяев, по глазам медиков, врачей было видно, что они действительно гордятся. Я считаю, что все здорово получилось. Глава города Сергей Берников подчеркнул, благодаря ММК лично Виктору Рашникову областному министерству здравоохранения медико-санитарная часть постоянно преображается. Городу это, я считаю, подарок очень значимый. Хотя, чем меньше о нем будут знать, наверное, тем лучше, да? Гораздо лучше, когда мы себе парки открываем, да, хоккейные площадки, еще какие-то общественные территории. А здесь, к сожалению, люди появляются только, когда у них есть какая-то проблема. Проблема с самым дорогим, со здоровьем. Как и весь хирургический профиль, урология очень сильно востребована в Челябинской области, очень сильно востребована в городе Магнитогорске. Сегодня, конечно, праздник для главного врача, для врачей этого отделения, для всего медицинского персонала этого отделения, потому что, безусловно, работать в таких комфортных условиях, работать на таком оборудовании, это дорогого стоит. Ежегодно в урологическом отделении медсанчасти проходили лечение около 900 пациентов, проводилось более тысячи оперативных вмешательств. Благодаря коренной модернизации это количество возрастет. Первые пациенты в отделении появятся ориентировочно в сентябре-начале октября, как только завершится процедура лицензирования. В числе социально значимых объектов, пуск в эксплуатацию которых приурочен ко Дню Металлурга, первая очередь многоквартирных домов в жилищном комплексе «Ключевой». Он возводится вдоль западного шоссе в поселке Книжово. Еще ранее весной принял первых жильцов. В преддверии главного праздника Магнитогорска ключи от своих уютных квартир получили очередные новоселы. Свидетелем долгожданного события стала наша съемочная группа. Добрую традицию в честь Дня Металлурга пускать в строй не только производственные, но и социальные объекты ММК сохраняет уже много лет. В последние годы пандемия вмешалась в планы городообразующего предприятия и его партнеров. Но этим летом стараниями комбината и фонда «Ключ» время подарков снова вернулось. Многие знают, многие чувствуют, что дарить подарки зачастую гораздо приятнее. Это доставляет гораздо больше удовольствия. И именно поэтому мы это делаем в преддверии Дня Металлурга, чтобы поднимать настроение вам, поднимать настроение себе. Ну и, конечно, доставлять радость тем, кто едет в депрессивные новые квартиры. Тема жилья не теряла актуальности в любые времена. Но прежде людям зачастую было достаточно любого угла, лишь бы своего. Сегодня, в общем-то, важно, чтобы этот угол был комфортабельным, чтобы он находился вот где-то в той локации, куда удобно попадать, чтобы он был рядом с какими-то точками притяжения, чтобы инфраструктура была соответствующая. Я хочу, чтобы этот дом всегда был для вас местным, где вас будут любить, ценить, ну и чтобы с ним были связаны только радостные события. Хочу поздравить новоселов с этим долгожданным событием, пожелать им счастья, чтобы в их квартире всегда звучал детский смех и царила любовь. Символический ключ от новой квартиры в этот день получила семья Багауддиновых. Довольные новоселы Ринат Шамилевич, Геяра Даяновна, вместе с восьмилетним Тимуром и пятилетней Кариной разрезали красную ленту. А отец семейства от души поблагодарил родное предприятие. Ведь для работников комбината квартиры в новых жилищных комплексах по льготной цене. Социальную поддержку оказываете при покупке квартир молодым семьям. Спасибо, что строите качественное жилье. Ведь все знают, что ключ – это уже марка, то есть сделано качественно. Вот. Огромное спасибо профсоюзу. Затем руководители города и комбината лично оценили, в каких условиях будут жить новоселы. Жилой комплекс «Ключевой» возводится с применением эффективных инженерных решений и энергосберегающих технологий с современными вентилюруемыми фасадами из металлокассет. В каждой квартире установлено газовое оборудование с возможностью регулировки температуры отопления и горячей воды. Выполнена чистовая отделка, а также панорамное остекление лоджий. Приятным сюрпризом для семьи Бабаудиновых от ПАО ММК стал сертификат на приобретение бытовой техники. Не остались без подарков и дети. Ну а гости не отказали себе в удовольствии посетить и остальные квартиры на этаже, чтобы воочию убедиться в разнообразии вариантов планировок. Все очень понравилось. Каждая интересна по-своему. Двухкомнатные, трехкомнатные. Я был удивлен, ну не удивлен, а порадовым этим размером, габаритом комнаты. 70 квадратов двухкомнатная квартира. Ну это здорово, потому что там обычная типовая, вот в моей молодости, хорошая, современная, но в моей молодости трехкомнатная квартира была там 65-67 квадратных метров. Глава Магнитогорска вновь подчеркнул, что власти всерьез относятся к развитию инфраструктуры юго-западной части города. Общественный транспорт, магазины, образовательные учреждения и места отдыха все должно соответствовать новым жилым комплексам. Раньше мы жили в новых кварталах, когда дорог не было, ходили в сапогах, инфраструктуры вообще никакой не было, магазинов не было, но были все рады, хоть жилье появилось. И сегодня я уже говорил об этом, жилье должно быть качественное, которое вот сегодня мы поглядели, кстати говоря, вполне соответствует этому критерию. Ну и приближено все максимально, так сказать, уже к месту проживания. Павел Зайцев, Олег Карпенко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Вы смотрите «Время местное». Указом президента Российской Федерации Владимира Путина генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Трудовая деятельность Павла Шиляева на ММК началась в 1993 году. Он последовательно прошел многие ступени профессионального роста от инженера до начальника Центра технического обслуживания и ремонтов. В 2011 году назначен заместителем генерального директора по производству. В 2014 году избран генеральным директором компании. Под руководством Шиляева магнитка существенно расширила марочный сортамент, укрепила позицию в поставке металла для трубной промышленности и автопрома, улучшила качество выпускаемой продукции. Павел Шиляев совмещает работу генерального директора ПАУ ММК с деятельностью в качестве депутата законодательного собрания Челябинской области, где он возглавляет комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Помимо этого он является вице-президентом Челябинского союза промышленников и предпринимателей, возглавляя комитет по промышленной политике, экологии и природопользованию. Президентская награда нашла своего героя за особые заслуги в металлургической промышленности, осуществление рационализаторской деятельности и улучшение качества производимой продукции. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен слесоремонтник цеха подготовки производства ММК Метис Евгений Каташук. Он прошел путь от простого рабочего до начальника смены. Не ушел на пенсию, а продолжает трудиться на родном предприятии. Познакомилась с героем труда Елена Старостина. 84 листа, 8 тонн металла и более тысячи разрезов за одну смену. Что такое физический труд Евгений Каташук узнал еще в юношеские годы, когда по наставлению отца поступил в училище осваивать профессию вальцовщика. А после службы в армию устроился на метизный завод, параллельно став студентом вечернего отделения металлургического института. И дальше по карьерной рейснице, мастер, начальник смены, старший мастер, начальник прокатного участка. Потом начальник смены и сейчас вот слесаремонтник. Вот такая жизнь у меня. А жизнь у Евгения Алексеевича насыщенная и интересная. Ведь помимо работы он активно занимается спортом. Возраст не помеха. Мужчина имеет золотой значок ГТО, регулярно участвует в соревнованиях разного масштаба. Я предпочитаю водные виды спорта. Ну, в этом году участвовал в дартсе, в городке. Планируется футбол у нас, если будет возможность. Ну, участвовал в Лыжной России в этом году. За цех выступал на лыжах. Ну, таким образом живу, поддерживаю. По весне хожу на сплавы, по бурным водам, как говорится. И это при том, что работа физически сложная. Однако уставать от нее Евгению Каташуку не приходится, потому что дело любимое. Что я могу сказать? Чтобы ничего не делать на работе, нужно выбирать работу по душе. Вот и все, этим все сказано. Любимая работа. Ты делаешь все вовремя. Вовремя. Оборудование проверяешь, ремонтируешь, работаешь с удовольствием. Мы этим все сказаны. И это тебе не в тягости. Ценен запретанность делу Евгения Алексеевича и коллеги по работе. С каждым общий язык находит. Будь то напарник по смене, с которым и на рыбалку можно сходить, и о делах садовых поговорить. Или непосредственный начальник. Евгений Алексеевич, считаю, что внес неоценимый вклад в работу завода. И продолжает его вносить. Я горд работать рядом с ним. Много опыта он мне передал. Много подсказывал. Ведь у него есть управленческий опыт. Самое главное, он приобрел опыт работы с людьми, опыт общения. Он не ставит себя выше кого-то. Нет, такого нет абсолютно. Но чувствуется опыт. Знаете, наверное, мудрость житейская вот эта присутствует у него. Умение повадить в коллективе, договориться с любым человеком. Это есть. За многолетний труд в этом году Евгений Каташук указом президента был удостоен медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Говорит такая весть, как снег на голову и едва сдерживает эмоции. Неужели дождался? Помимо Евгения Каташука, такой же награду достоин еще один сотрудник ММК «Метис» Наталья Шпаковская, аппаратчик очистки источных вод Центра обеспечения энергоресурсами. А звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено наладчику хладноштамповочного оборудования производства крепежа Вячеславу Саликову. Елена Старостина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. В механо-ремонтном комплексе, входящем в группу по ОММК, будет создано современное импортозамещающее производство по выпуску кованых рабочих волков для станов холодной и горячей прокатки, а также крупногабаритных поковок. Объем инвестиций в проект превысит 14 миллиардов рублей. В ходе его реализации будет создано более 700 рабочих мест, из них свыше 350 – высокопроизводительных. Мощность нового цеха составит около 24 тысяч тонн изделий в год. Первая очередь проекта будет реализована во втором квартале 2025 года. Полностью завершить проект планируется в четвертом квартале 2026 года. Основными потребителями новой продукции механо-ремонтного комплекса станут крупные металлургические предприятия, в числе которых ММК, Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат, Евраз, Мечел, ЧТПЗ и Красный Октябрь. Новый цех литейно-кузнечной продукции будет включать в себя литейный участок для производства слитков, кузнечно-прессовый участок для производства паковок, участок термической обработки для термообработки паковок и готовых кованых волков, участок механической обработки для черновой, чистовой и шлифовальной обработки кованых волков. Основной инвестор проекта Магнитогорский металлургический комбинат, также льготный заем механо-ремонтному комплексу предоставил Фонд развития промышленности Российской Федерации в рамках промышленной выставки Иннопром-2023, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, МРК подписал соглашение с Фондом о выделении льготного займа на 5 миллиардов рублей под 1% годовых по программе «Приоритетные проекты». Подписи под документом в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера поставили директор механо-ремонтного комплекса Олег Ширяев и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. Проектно-изыскательские работы предстоит выполнить Государственному научному центру ЦНИ «Чермет» имени Бардина. Соответствующий договор с его генеральным директором Виктором Семеновым также был подписан в ходе форума. В церемонии подписания участвовал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Привлечение займа Фонда развития промышленности и высокое качество проектных работ ЦНИ «Чермет» имени Бардина позволит механо-ремонтному комплексу в предельно сжатые сроки создать новый цех с полным циклом производства. В Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается череда торжественных сменно-встречных собраний, посвященных Дню Металлурга. В этот раз поздравления с профессиональным праздником принимали работники ЛПЦ номер 8. Отличившихся сотрудников отметили грамотами и благодарственными письмами губернатора Челябинской области и администрации города. Все молодцы. Хороший такой стальной у нас коллектив, поэтому в преддверии нашего с вами профессионального праздника хотелось бы вас поздравить, пожелать вам большого здоровья, вам и вашим семьям трудовых успехов, чтобы пройти свой труд без травм, аварии, инцидентов, как это у нас положено. Ну и всего-всего вам лучшего. От души. Спасибо. Исполняющий обязанности начальника цеха Евгений Букасев отметил, этот день металлурга коллектив встречает на подъеме. На данный момент цех загружен порядка 70% от своих мощностей. Работают два участка, полностью обеспечены сейчас подкатом, поэтому никаких провалов в производстве нету, люди все задействованы. Главным потенциалом цеха на протяжении многих лет остается его трудовой коллектив. Большинство трудится здесь не один десяток лет, многие целыми семьями. Лучшие из лучших были отмечены грамотными и благодарственными письмами губернатора Челябинской области и администрации города. После армии сразу пришел работать в 1997 году. С тех пор работаю здесь. Что вы находитесь интересного в своих путях? Да в работе все интересно, пользу приносить людям. Коллектив хороший у нас. Люди действительно, они такие сплоченные, коллектив без сплоченности, наверное, не получилось бы никакого производства. Такое у нас особенное. А что находитесь в работе интересным? Да здесь каждый день интересный. Все время что-то, как говорится, выстреливает. Такое, что приходится учиться каждый день. Ну, люди наши с остальным характером, да, потому что перерабатываем тот же самый материал, как сталь. Поэтому люди у нас все закаленные. Вот. Я очень честно рад, что я связал свою жизнь именно с этой профессией. Праздничное настроение прокачекам в это утро создавали творческие выступления коллективов Дворца культуры «Металлургов» имени Сергея Рженикидзе. К другим темам. В минувшую пятницу состоялось официальное открытие дилерского центра «Сильвер Черри». Для гостей торжественного мероприятия организовали яркую шоу-программу, роскошный фуршет, фотозону и подарки. Кроме того, посетители ваучу смогли оценить новый седан премиум класса «Черри Ариза 8». Компания «Сильвер» с 20-летней историей зарекомендовала себя как надежный поставщик автомобилей. Теперь в Магнитогорске появился дилерский центр, специализирующийся на автомобилях марки «Черри». Мы являемся первым дилерским центром «Черри» в Уральском федеральном округе, который открыт по новым стандартам «Черри 3.0». Наш бренд представляет все передовые технологии современного мирового автопроизводства. И помимо великолепного дизайна и безопасности, бренд «Черри» дает нашим клиентам гарантию автомобиля до 7 лет. Партнерами мероприятия выступили Банк Открытия, Совкомбанк, страховые компании «Согласия», Югория, Альфа Страхование. В дружеской атмосфере гости торжественного мероприятия могли принять участие в розыгрыше призов от компании «Сильвер Черри», посетить тематические мастер-классы в китайских традициях и ознакомиться с сервисом дилерского центра, единственного в регионе, который работает по новым стандартам. Сотрудники нашего сервиса являются квалифицированными специалистами, которые обеспечивают надежное и качественное обслуживание вашего автомобиля. При проведении работы используются только оригинальные расходные материалы и запасные части, которые всегда в наличии. Изюминкой мероприятия стала презентация автомобиля премиум-класса «Черри Аризу-8». Здравы и господа! Эффектный, стремительный и элегантный автомобиль «Ариза-8». Приветствуйте! Автомобиль, который задолго будоражил сердца всех ценителей премиальных седанов. Автомобиль, который, проезжая по дороге, оставляет впечатление от того, что вы что-то не разглядели, не рассмотрели. Хорошие автомобили, хорошие сборки, цена-качество соответствует. Китайские автомобили – это новая история и технологии, уверены сотрудники дилерского центра «Сильвер-Черри». Благодаря качественному открытому сервису группа официальных автомобильных дилеров «Сильвер» продолжает развиваться и остается одной из лидирующих в Уральском регионе. Двери дилерского центра «Сильвер-Черри» открыты для клиентов с 8 до 21 часа. Добро пожаловать в мир «Черри» и компанию «Сильвер». О новостях спорта через несколько секунд. Больше чем гонка, ярче чем приключения. Магнитогорск принимал лучших гонщиков легендарного ралли «Шелковый путь» прошел по территории Челябинской области. Караван стартовал 6 июля в Казани. В многодневной гонке участвует магнитогорец Олег Павленко. После нескольких этапов мотоциклист занимает лидирующую позицию в своем зачете. О ярких эмоциях и непростых испытаниях расскажем в следующем сюжете. Рев моторов и клубы пыли у жителей Магнитогорска и его окрестностей появилась уникальная возможность увидеть захватывающую гонку вживую. Третий этап ралли стартовал в поселке Муравейник. Всего в 25 километрах от города Металургов. Мы приехали из Верхнеуральска, здесь вот рядышком наш небольшой городок. Интересно, очень интересно, тем более рядом все, нужно обязательно все посмотреть. Техника разная и пилоты. Вообще, вы знаете, воочию увидеть все, это круто. Шелковый путь. Крупнейшая гонка Евразии. 93 экипажа держат путь из Казани до Москвы. На Камазах, Баге, мотоциклах, внедорожниках им предстоит преодолеть более 5000 километров и увидеть красоты 13 регионов страны. Часть маршрута захватывает территорию Челябинской области. Впечатлениями о втором этапе Уфа-Магнитогорск поделился опытный белорусский гонщик Сергей Визович. Его шелковый путь начался в 2012 году. С тех пор он не пропустил ни одной гонки. На старте гонки заблудились в лесном массиве. Стартовали вторыми за Алексеем Вишневским, он тоже заблудился. Но вот практически сразу с 20 километра мы оказались первыми на позиции. И ложили трек для грузовика. Всегда это самая невыгодная позиция, потому что мы много где не помещаемся в ширину дороги. Приходится чуть-чуть съезжать на траву. Это всегда риск. Потому что в траве может оказаться все, что угодно. И это вчера была наша работа. Мы всем ребятам открывали, скажем, более широкие траектории. И, конечно же, кто двигался за нами в глубине пелетона, вот, например, как Андрей Каргинов, получал преимущество. И они сумели им воспользоваться. Родные места хорошо знакомы магнитогорскому мотоциклисту Олегу Павленко. Это его третий шелковый путь. В прошлом году Олег стал победителем в своей категории. И сейчас пока демонстрируют отличные результаты. Мы здесь тренируемся постоянно. Я знаю, что за бугром можно ожидать, от чего нельзя ожидать. То есть я прям хорошо. Вчера был спецучасток 250 километров. Я прям наслаждался. Да, я приехал на Бивуак. Ко мне приехали родители. И, в общем, такое было хорошее настроение очень. После финиша экипажи возвращались в Бивуак, передвижной лагерь, который разбили на территории арены Металлург. Отсюда же они отправлялись на старт. Бивуак – настоящая территория дружбы, где спортсмены, механики, организаторы обсуждают пройденные испытания и готовятся к следующему дню. Бивуак посетили первые лица города и региона. Наши горожане и гости города получили огромное удовольствие, воочию увидев действительно мировых звезд. Воочию увидели такие серьезные гонки. Очень здорово. Прошло все по Уралу. Эти все события, в том числе, коснулись города Магнитогост. Мы хотели бы не в последний раз принять эту гонку. Но нам организаторы уже рассказывают о том, что у них одним из принципов формирования маршрутов является неповторяемость. У них каждый год новый маршрут. Но Челябинская область большая. И рано или поздно, наверное, мы на каком-то другом участке области встретим. Вот эта гонка стала. В этот же вечер состоялась церемония награждения этапа чемпионата России по ралли-рейдам, который прошел одновременно с международной гонкой. На этом испытания не закончились. После Магнитогорска караван отправился в Оренбург. Завершится многодневная гонка в Москве 15 июля. Ольга Аникина, Денис Иванов, телекомпания ТВ. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»